Радиоблог Игорь Цесарского Рассылки И особенно вот сейчас Когда многие из вас Я так полагаю Находятся дома Не то чтобы не работали Но Есть такое обстоятельство Что многие Помимо работы еще успевают Что-то почитать, что-то послушать Так вот Помимо того, что вы слушаете Нас Здесь в передачах На народной волне Надеюсь, не пропускаете Выпуски ТВ-клуба «Континент» Хотел бы обратить ваше внимание На наши последние публикации Они на тему Понятную сейчас в основном Коронавирус свирепствует Не только в пространстве Наших особенно больших Мегаполисов Но и в средствах массовой информации Но вот в частности Сегодня мы Поставили очень интересный На мой взгляд материал Мы его и воспроизвели Воспроизвели и в Фейсбуке тоже Это материал человека Лана Финли Который Мы уже этого автора печатали И она делится своими Впечатлениями Я бы сказал Впечатлениями от болезни Потому что она болеет И она очень подробно И очень квалифицированно Описывает то, что с ней происходит И, возможно, ее опыт Будет полезен многим Нашим слушателям Которые Я надеюсь Испили эту горькую чашу Но, возможно, кто-то Те или иные симптомы имеет И, прочитав Что-то полезное Для себя извлечет Тем более, что На фоне бесчисленного Количества спекуляций Что-то здравое Прочесть всегда не лишнее Это не единственный На самом деле материал Есть и другие Интересные Публикации Так что не забывайте Интернет-газета Континент Континент USA.com Заходите, читайте Находите нас на фейсбуке Ставьте свои лайки И будьте с нами А сегодня Моим собеседником Тоже является автор наш И буквально на днях Мы выпустили Один из его материалов Он был на английском языке Но На самом деле Я надеюсь Что многие Его тоже не пропустили Назывался он Очень Название Достаточно такое Бьющее По По нервам Но выживет ли Америка Сейчас мы Попытаемся Оттолкнувшись От этого материала С ним поговорить Итак Юрий Тувим Из Бостона Бывший советский Диссидент Хотя Диссиденты Бывшими редко бывают И Одновременный Литератор Инженер Интереснейший Собеседник Юрий Добрый день Еще раз Привет Привет О Вот сейчас услышал Ну вот Я бы хотел Именно начать С той отправной точки Именно С того С тех проблем Которые вы Очертили Вот в своем материале Может быть Кто-то Его пропустил Так Наверное Будет не лишним Несколько минут Напомнить О чем это И перейти К тем Темам Которые Вот В общем-то Сейчас Действительно Стоят Очень острые Значит Как я понимаю Вопросов Два Один вопрос Как мы Дошли До этой Ситуации И Как нам Из этой Ситуации Выбраться Ну Наверное По порядку Хронологическому Как мы Дошли Дошли Мы Очень Просто Вот В 1887 Году Шотландский Профессор Тайлор Написал Статью Он В ней Объяснил Как Деградирует Человечество И Вот Его Ступеньки Которые Он Изложил Он Сказал От Рабства Народ Приходит К Духовной Вере От Духовной Веры К Великой Смелости От Мужества К Свободе От Свободы К Изобилию И И вот Самое Страшное Это От Изобилия До Само Успокоенности А От Само Успокоенности К Апатии От Апатии К Зависимости От Зависимости Обратно Рабства Вот Понимаете А Я считаю Вот эти Ступени Абсолютно Бесспорны Абсолютно Бесспорны Если Мы Обратим Внимание На Америку То Вот Я Думаю Что Вот На Нашем Веку Это Было От Изобилия К Само Успокоенности Вот Когда Я Приехал Сюда 45 Лет Тому Назад Спасибо КГБ Что Они Мне Помогли Намекнули Мне Что Я Лучше Быть Свалил Сам Куда Угодно И Вот Я Застал Америку Америка Была Изобильной Она Была Совсем Другая Чем Сейчас И Первые Симптомы Само Успокоенности Были Вот Я Собирал Подписи Под Всякими Петициями Направленные На Свободу В Советском Союзе Свободу В кавычках Конечно И я Обнаружил Что Работяги На той В той Компании Где я Работал Они Мне С удовольствием Давали Свою Подпись А Инженерно-научный Состав Он Пытался Всеми Способами Уйти За кордон Им Это было Неинтересно Неинтересно Это была Такая Самая Успокоенность Им Хорошо Они Работают Они Зарабатывают Они Платят Налоги Все В порядке Их Это Мало Касалось И вот Это было Начало А потом Это стало Уже Апатией А почему Я называю Это апатией Народ Не Участвовал В политической Жизни Америки Их Участие Сводилось К тому Что они Платили Налоги И на этом Все Я плачу Налоги А вы Правительство Вы Делаете Делаете Свою Работу К сожалению Этого Мало Этого Абсолютно Мало Надо Участвовать В политической Жизни Активно Вот Дженни Красов Сказал Что это Сто с лишним Лет тому Назад Поэтому Можешь Ты не быть А гражданином Быть Обязан А что Значит Быть Гражданином Быть Гражданином Значит Интересоваться Политической Жизнью Страны Участвовать В ней Это Трудно Это Отвлекает От Развлечений Это Отвлекает Может быть Даже От работы Но Держать Руку На пульсе Страны Смотреть Куда Она Катится И Использовать Свой Возговой Аппарат Чтобы Понять И что Надо Участвовать Не обязательно Бросать Работу И выходить На улицу С плакатами Но надо По меньшей Мере Участвовать В голосовании Смотреть Что Представляет Твоя Партия Что Представляет Другая Партия Вот Я Недавно Спросил Одного Крупного Ученого Я Его Спросил Слушай Вася Ты Американский Гражданин Он Говорит Да Я Говорю Вот Человек Советского Союза Я Говорю Ты Голосуешь Нет Я Не Голосую Я Говорю Почему Ты Не Голосуешь Ты Ж Гражданин Мой Голос Ничего Не Решает Я Говорю Как Это Он Не Решает Ну Вот Не Решает И Все Я Говорю Так Ты Ж Не Гражданин Ты Ж На Хлебник Вы На Хлебник А По Английски Это Будет Бордер Он Живет У кого-то И Он Конечно Работает По дому По саду По огороду Ему Предоставляют За это Дело Обед Комнату Постель Но Он Не Участвует В жизни Страны А А Ведь Таких Людей Вот В Бостоне И я Видел Когда я Выступал С лекциями Вокруг Америки По всем Городам Научно-техническая Интеллигенция Отстраняется От Участия В Политической Жизни И вот Мы Дошли До Этого Ситуации Что В Конгрессе У нас Сидят Политики Сидят Они Там По 20-30 Лет Становятся Богатыми Людьми Все У них Свое Все Схвачено Медицинская Помощь Отдельно Пенсии Фантастические Ну Летают Все Оплачено Значит Вот Такой Правящий Класс И на моей Памяти Было Несколько Случаев Когда Крупные Лидеры Конгресса Американского Сажались В тюрьму Потому что Они позволяли Себе Всякие Противопоказанные Вещи Финансовые И так Далее Вот А как Они А почему А потому что Президент Может быть Выбран На два Срока А они Могут Быть Переизбраны Сколько Угодно Раз И я Давно Уже Сказал Что Нужно Терм Лимит Для них Чтобы В Конгресс Все время Вливалась Свежая Новая Кровь Ведь Если Вы Посмотрите На Данные То Аппрувал Рейтинг Как сказать По-русски Аппрувал Рейтинг Конгресса Он же Отвержденный Он же Не превышает 10% Да Смотрите Юрий Я послушал И вот В частности Мне бы хотелось Сказать Вот Вот Тот Интересно Описанный Круговорот Который Шотландский Он ученый Или кто там К сожалению О нем Не знаю Описанный То там Сказано Про апатию Но зачастую Эту апатию Каким образом Объясняют Особенно Жители Больших Мегаполисов Вот В частности Вы пример Дали своего Знакомого Я С рядом Людей Общался И Пример И примерно Такие Доводы Приводятся А что Я пойду На то же Голосование Выбора Президента Допустим И так далее Когда я знаю Что я живу В таком Демократическом Отстойнике Где Ну Понятно Что Большая часть Населения Как бы Прописана И приписана К демпартии Значит Мой голос Просто утонет Пропадет И так далее Это первый Резон Другой Резон Что Когда идут На выборы Одновременно Если с президентскими Это одна история А если выборы Всевозможные Которые идут Другое время То мы знаем Какая там явка То есть Полнейшая апатия Потому что Там Как бы Решается Они сами по себе Там в своем Правящем Классе И всем Кто Как вы говорите А мы сами по себе Лишь бы они меньше К нам лезли Но дело в том Что эти люди Забывают Что если они В итоге придут Не дай бог В Белый дом Люди Типа Берни Сандерса Предположим Да И не только В Белый дом То Вот это самое Вмешательство В их частную жизнь Оно не просто Будет Иным Нежели сейчас А Они очень серьезно Почувствуют Кое-что Кроме того Как Платы налогов Куда больше Чем ныне Как вы считаете Ну да Я с этим Совершенно согласен Еще В американской Культуре Существует Такая Такой Максимум Такой Мы За обеденным Столом Или вообще В своих Кругах Мы не обсуждаем Две вещи Политику И религию Ну да А я им говорю Ну знаешь Русскую Поговорку В споре Рождается Истина А у них Этого нет Они не спорят Они очень Дружелюбны Они Так и Истины Они добиться Не могут Пока Жизнь идет Хорошо Все в порядке Как говорится Ханки-дори Все окей Ну вот Вот мы с вами Дошли до момента Когда Не окей Когда Стоит вопрос Быть Или не быть Вот будет Это Америка Или она Кончится Она может Очень спокойно Развалиться На составные части Очень просто То есть Такая опасность По вашему Реально Существует Это Это не Констерология Не выдумки Каких-то там Людей Которые Готовы Увидеть Какие-то Процессы Когда их Еще и нет То есть Вы вполне Допускаете Что Будет Событие Разваться Таким образом Что будет Вплоть до этого Да Я это Абсолютно Допускаю И у меня Есть Информация Из Техаса Что там Необыкновенный Пум Вооружейных Магазинов Это не только В Техасе Кстати Это по всей Стране Ага Ну вот Народ Скупает Оружие Для чего Бо народ Скупал Оружие Потому что Под задницей Становится Горячо Ну вот Мы возвращаемся К текущей Ситуации Исходя Из того Что За несколько Недель Коронавирус Так сказать Привел К определенным Изменениям И в экономической Сфере И так далее И Для многих Ну скажем Тоже оружие Это средство В общем-то И самозащиты Потому что Никто не знает Чему может Привести Скажем Та безработица Которая возникла И прочие вещи Мы же знаем Что Человек у нас Должен думать В том числе О своей Собственной защите И сам тоже Где-то Абсолютно Вот такая Складывается Ситуация И что Мы имеем На сегодняшний день Мы имеем Правительство Страны Раздергано На две части Вот у нас Есть президент И у него Есть оппозиция И эта Оппозиция Абсолютно Отказывается Сотрудничать С президентом Ведь они Они устраивают Черт знает что Они сейчас Устраивают Уже Третий Импичмент Чтобы Наказать Трампа Что он Неправильно Значит Борется С вирусом Уже Идут Такие Разговоры Ну что Это Что Как может Выжить Страна Где Все Где Раздергано На две части Ну Дело в том Я не знаю Вы за 45 лет Своей здешней жизни Наблюдали ли Такую картину Вот Я не знаю Может вы видели Или нет Твит Небезызвестной Госпожи Линтон Которая Хиллари Она его Оставила На На Привела Значит Ссылку На статью В Нью-Йорк Таймс Где Где Было Написано О том Что Америка Вышла В лидеры По Зараженным Да И она Комментирует Это следующим Образом Как Он Обещал Мы будем Первыми То есть Понимаете Да Да Это Это Этакий Этакий Сарказм Но Дело в том Что это Не Это Не Сарказм Это Это Цинизм И Я не знаю Такой Сволочизм Редчайшей Степени Уже Что-то Более Придумать Просто Сложно То есть Насколько Вот Эта Категория Людей Готовы Поступиться Всей Страной Людьми Неважно Чем Для Достижения Цели Убрать Нынешнего Президента Забрать Эту Власть И Опять Америку Возвратить Куда Вот Как Вы Ее Уже Некуда Будет Возвращать Ее Некуда Так В том То И Дело Будет Возвращать Вот Эти Последние Месяцы Перед Выборами Это Абсолютный Рубикон Если Трамп Он Не Ений Он Не Сахар Он Делает Ошибки Но Он Единственный Который Вывел Америку Из Экономической Катастрофы Который Стал Противостоять Китаю Который Привел Торговый Баланс Если Не К Совершенству Конечно То Очень Серьезно Улучшил Торговый Баланс Поставил Большие Препоны На Интеллектуальном Воровстве Ну Вы Сами Знаете Вот смотрите Какой Китайский Ответ Получился Трампу Помимо Внутренних Врагов Как Как Сработал Тот же Китай Ну Можно И так Сказать Произвольно Нет Мы Не Будем Может Быть Это Но Получилось Что Получилось То Что Большими Трудами Усилиями Его Администрации Сделано Было За Несколько Недель Фактически Разрушилось Потому Что Люди В связи С этими обстоятельствами О которых Никто не мог Предположить Потеряли И работу И естественно Ситуация Сейчас Совсем Иная В нормальном Мире В нормальном Мире То Что Китай Не Предупредил Об этом Вирусе В течение Месяца Нет В нормальном Мире Китай Должен Нести Финансовую Ответственность За это Ну Вообще Нет Не только Финансовую Наверное Там Много Чего И другого Должно Быть Потому Что Скажем Так Если бы Дело Касалось Не Китая То Наверное Бы уже А тут Видите ли Ребята Обижаются На то Что Трамп Китайским Вирусом Называют Ну Слава богу Никто Испанку Не отменил Или что А вот Китайцы Видите ли Недовольны Не просто Китайцы Ну Это Расизм Да Это Жест То есть Расизм Когда Мы Называем То Или Иное Эпидемию Или что По местности Откуда Она Пошла Оказывается Это уже Это уже Расизм И самое Интересное Виск идет И от Демократов Его Забельников То есть Здесь они Солидарны С китайскими Коммунистами Конечно В общем Игорь Я Я не знаю Что будет Вот я Вчера Мы тут В деревне Живем На Ачибе Ну Мы с женой Гуляем По городу И вот Я Увидел Около Одного Дома Плакат Такой На Пластиковый На Листе Пластмассы В красках Большой Плакат Который Говорит Я Его Переведу На Английский Люби Своего Соседа Какой Бо Он Ни Был Черный Коричневый Иммигрант Инвалид Другой Религии Л Л Л Л Это Ориентация Сексуальная Сексуальная Ориентация Любая Люби Его И вот Стоит Такой Плакат На Улице Так Ну Что Думаешь В этом Доме Кто Нибудь Из Этих Несчастных Которых Надо Любить Живет Там Они Не Живут Но Такие Плакаты Стоят По всей Америке И Требуют И Эти люди Будут Голосовать За тех Политиков Которые Будут Осуществлять Якобы Их Любят Хорошо Юрий Осуществлять Эту Любовь У нас Пришел Час Икс Наступил А это Значит Что мы Несколько Минут С вами Передохнем Мы Подключим Рекламные Объявления Которые Очень важные И Обязательные А потом Мы Вернемся Если У кого-то Из наших Слушателей Будут Вопросы Мы Обязательно Постараемся На них Ответить Возвращаемся В радиоблог Игоря Цесарского Телефон В студии 847-400-5200 И у нас Есть звонки Если вы не возражаете Да Не возражаем Единственное Напомню Что у нас На связи Юрий Тувин Из Бостона Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Вот у меня Вопрос такой К Юрию Вы что Говорили Все правильно Я с вами Полностью Согласен Тут можно Политической Деятельности В Америке И вообще В мире Говорить Днями И целыми И сутками И дай бог Я полностью С вами Согласен Но насчет Истемблишмента И партии Вот демократическая Партия Республиканская Тут На мой взгляд Пока не будет Нормальных партий Это не партия Это бутафоры Когда будет партия Будет устал И прочее Ты будешь вступать Получать Партийный билет Платить Внос И вот тогда Ты будешь Активный Будут На региональном уровне На штатовском И прочее Собрание Проводить И во всех штатах Будут ячейки Партий Вот тогда Будет эта партия Люди будут Заинтересованы И ходить На собрания Слушать Быть активными Деятелям Этой партии И платить Будет счет Своей партии Вот это будут Партии Спасибо за ваше мнение Юрий Как вы считаете Я согласен На сто процентов Ну К сожалению Это ж такая Американская Традиция Это ж Черт знает Сколько лет Этой традиции Двести С лишним Я совершенно С этим Согласен Ну Сейчас Это переделать Нельзя Сейчас Сейчас Может В будущем Да У нас Есть звонок Юрий Мы продолжим Давайте Принимать По ходу Отвечать Добрый день Здравствуйте Алло Алло Говорите Вот вы Сказали о том Что Наши Законодатели Уже Десятилетия Сидят В конгрессе И почти что Ничего не делают И Не интересуются Проблемами народа И Абамакер Там Лучшее Подтверждение Они Приняли решение Вопреки Желаниям Народа Я думаю Что Эту проблему Можно Решить В том Случай Если Кто-нибудь Из президентов Я не говорю Трамп Но кто-нибудь Рискнет Когда-то В 11-м Году Губернатор Штата Вискосин Скотт Локер Он Поставил Свой авторитет Након И сказал Что Либо я Либо Давление Профсоюза Которые требовали Поднятие Зарплаты Учителям И он сказал Если вы хотите У народа Он сказал Если вы На Вот этих Выборах Проголосуете На референдуме Что Учителя Заслуживают Повышение Зарплат Я уйду В отставку И народ Поддержал его И они не подняли Зарплату Преподавателям Почему Кому-нибудь Из президентов Сделать то же самое Сказать Что Хватит Лично Президенты Сидят По два Срока Губернаторы То же самое Мэры городов У нас То же самое А почему Спасибо за ваше мнение К сожалению Увы Тот же Уокер Проиграл Потом выборы Но это было Уже после референдума Который действительно Когда его поддержали Это да Так у нас опять Звонок Да Сережа Слушаем вас Добрый день Алло Да Говорите Здравствуйте Здравствуйте Будьте любезны Повторите Пожалуйста Кто Сказал Или кто Написал О том Как развивается Общество Это как раз Объяснение Всего того Что происходит У нас Спасибо Спасибо Это сказал Шотландский Профессор Тайлер Т-й-л-и-р Т-й-л-и-р В 1887 Году Окей Вот можете Да Это вы Ну вы перевели А откуда Это что за работа Его была Этого я не знаю Просто встретились Цитаты Действительно Очень Очень Подходит Под Да Под то Что Что в итоге Я перевел на русский А по-английски Она звучит From bondage To spiritual faith From spiritual faith To great courage From courage To liberty From liberty To abundance Ну и так далее Понимаете Какой дел Еще там есть на русском Вопросы Ну если будут вопросы Мы примем Можно пока дальше Комментировать Из того То услышали Ну видите Кстати говоря Вот ту идею О сроках Мы уже не раз Об этом говорили И в целом Я еще не встречал Ни одного Поверьте Слушателя Который бы позвонил И сказал Ребята вы не правы Пускай они сидят По 20-30 лет А самое интересное Мы еще не затронули Вопрос Поколенческих То есть когда Папу меняет сын Там Соответственно Внук Бывшего конгрессмена Ну и это бесконечная череда Вот этих Семейных традиций Так сказать Ну да Ну в Калифорнии Там вообще Они друг с другом Переженились И четыре фамилии Заруливают В всей Калифорнии Да То есть И редко Кто может попасть В эту всю Вот Категорию Так сказать Просто вот Ни с того Ни с сего Как говорится Ну может попасть Вот у нас В Иллинойсе Губернатор Он просто миллиардер Поэтому То есть Ему не надо было Быть мальчиком На побегушках Где-то Чтобы потом Попасть в систему Партии Ну и чего-то добиться Там деньги Сработали Как положено Ну да Деньги Но деньги Не всегда срабатывают Вот Это правда С Блумбергом Хороший пример Был иного рода Конечно Блумберг Потратил Знаете сколько Шестьсот пятьдесят Миллиардов Миллионов Миллиард А миллионов Не-не-не Подожди Не миллионов Миллионов Потому что Почти что миллиард долларов Почти миллиард долларов Да Но дело в том Что вот Интересный момент Что да Действительно Не всегда Это срабатывает Ну хорошо Мы говорим О вообще Политической активности Как таковой И мы тоже Все время Говорим о том Что пятую точку Ребята Поднимайте Когда приходят Выборы Это не бесполезно Это нужно Да Вот И даже в тех штатах У вас же тоже По-моему Такое Засилье Сторонников Демократов У нас У нас дело дряни У нас очень много Образованных людей Которые Типичные Нахлебники Им тепло Они голосуют И больше ничего А как они голосуют За кого Не надо И у них Между прочим Травля Вот например Попадись Кто-нибудь С противоположными Взглядами И выскажись В своем кругу Это же Анафема И тебя Отлучат От общения И ты будешь Будешь Неприкасаемый Какой-то Ну Насколько я знаю Вот из тех Знакомых Личных Кто работает В университетах Всевозможных И так далее То практически Люди Которые Правых взглядов Если они хотят Усидеть на своих Местах Они просто молчат Здравствуйте Это Инна Из Коннектику Очень приятно Слушайте Ваши передачи Спасибо вам Всем огромное У меня такой вопрос Может он глупый Конечно Значит вот Никогда Вот в истории Америки Не было такого Что Зарплаты Этих всех Политиков Зависят От Зарплаты Штата Например Вот гувернер Губернатор Вот он получает Его зарплата Зависит Причем Не в сто раз больше Чем средняя зарплата Причем Не политиков И чиновников А частного бизнеса Вот по этому штату И какой-то коэффициент Там допустим Для губернатора Для мэра Для вот разных Вот всех этих сошек Вот какое-то Вот было такое Когда-то в штатах Или нет Спасибо за ответ Спасибо за вопрос Ну Скорее всего Я тоже затрудняюсь Ответить на него Но тут Мы знаем прекрасно Что у чиновников Разного рода Существуют Определенные Там Оклады Так сказать Которыми Они Оперируют Но самое интересное В другом Конечно Что Что Власть Притягивает Не только Деньгами В частном секторе Можно заработать И в 10 раз И в 100 раз больше Естественно Но есть другое Власть дает Неограниченные Порой возможности И к этим самым Зарплатам Присовокупить И все те Льготы О которых Вот и Юрий говорил И мы прекрасно Читали тоже О том Что Если обыватель Берет Морги Чипотеку Скажем По 1% То Какой-нибудь Слуга народа Берет под 0% Ну и так далее То есть Все На уровне Каком На уровне Обыкновенного Какого-нибудь банка Который считает Нужным Такому Сенатору Сделать Под 0% И так далее И тому подобное И кстати говоря Законным образом Мы наблюдали Как Ни один из Этих самых Конгрессменов Сенаторов Или Членов Конгресса Нижней палаты Чтобы они Перешли на Обамакер Я такого не знаю Юрий может Вы знаете 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 Да Но это вызывает У людей Которые хоть Как-то Осведомлены В этом деле Кроме смеха Иногда Горького Ничего не вызывает И это Увы Реальность Да Это страшная Реальность Я вот О чем хочу Сказать Нам осталось Всего 10 минут Да Пожалуйста Вот Что делать Ведь мы Через несколько Месяцев Страна Будет Голосовать Я вам Предсказываю Что за эти Месяцы Против Президента Будет Фантастическая Компания Клеветы Злобы Всего Чего угодно Но есть Хорошая Русская Поговорка На переправе Коней Не меняют Мы Находимся Сейчас Буквально На переправе От Существования Америки Куда-то В неведомое Вот На этой Переправе Нужно Сделать Все Чтобы Трамп При всех Своих Недостатках Остался У руля И Смог Провести Америку Через этот Перевод Ну Вот Юрий Вот у меня Ощущение Я им уже Делился Неоднократно И К сожалению Я Какого-то Обратного Каких-то Резонов Серьезных Которые бы Сугубо Отрицали Те мои Сомнения Не получил А сомнение В том Что Ноябрь Месяц Когда подойдут Выборы Когда Ну Может Дай бог Бог Пошлет То что Эпидемия По крайней мере Будет Каким-то образом Пойдет на спад Ну Мы сейчас Не знаем Это Предположительно И будут Выборы Как в обычное Время Как положено И начнется Нечто Такое Что будет Связано С массовыми Причем Подтасовками Вот Есть Подозрение Что Его оппоненты Понимая Что выиграть В честном Как говорится Бою Практически Ну Не представляется Возможным То будут Использовать Любые технологии Грязные Негрязные Какие угодно Лишь бы Не допустить Вот этого Переизбрания Что вы думаете Насечу То же самое Что вы сказали Вот есть Есть такая Организация В Америке Я забыл Название Она Она проверяет Избирательные Списки И вот Она Нашла В одном Штате Что там Семь Человек Внесены В список Но это Семь человек Это один И тот же Человек И огромное Количество Неграждан Что У нас Избирательные Списки Просто В ужасном Состоянии И это Будет Использовано Это будет Использовано Ну вот Как это Вот возможно Скажите Пожалуйста Если человек Не Гражданин Первое Если человек В семи местах Одновременно Зарегистрирован Как Это возможно Каким образом А вот Возможно Я не знаю Я не пытался Зарегистрироваться В семи местах Если попытался Может И получилось бы Я не знаю Да Ну такой эксперимент Вот ставят Но отнюдь не сторонники Республиканской партнеры А сколько я знаю У нас есть звонок Попробуем его принять Добрый день Приглушите Ну во первых Эта организация Называется Judicial Watch И в Калифорнии Они например Нашли Что Три с половиной Миллиона Человек Это были Нелегитимные Избиратели И сейчас Значит Миллион человек Подчистили Все таки Потому что Вышел как бы Указ Что Надо Все это Прочистить А два с половиной Миллиона Так и остались И вот они Бьются И никак не могут То есть у нас Вообще-то говоря Я даже не знаю Как называется Система Но на демократию Совершенно не похоже Потому что Законы для Вот этих Демократов Одни А для Всех остальных Другие То что делают Конечно С нашим президентом Это ужасно Просто И потому что Я например Чувствую Что если Мы переизберем Демократ Нашего президента Трампа Если он останется То мы выживем А если нет То мы можем Скатиться в фашизм Очень запросто даже Спасибо большое Спасибо за ваше мнение Но Юрий об этом и говорит Что есть проблема Совершенно Согласен с этим Сто процентов Вот я вам скажу Еще про этого Ученого С которым У меня был спор Он мне говорит Слушай Куома Так все Правильно Говори Так все Правильно Вот кто должен Я говорю Какой Какой Куома Что ты Да он Говорит правильно И на него Профессор Какой-нибудь Медицины Сказал на данный Момент Нужную фразу И он ее Запомнил Я говорю Ты знаешь Что такое Нью-Йорк Нью-Йорк Это один из Самых страшных Штатов Потому что Оттуда Самые высокие Налоги В Америке Оттуда Народ убегает Штат теряет Население Нью-Йорк Сити Теряет Население И вот Это Куома И этот Ну да Эдиблазио Ну нашли Кумира Нового Я уже Понял Тоже Что они Пишут Что он Сейчас По рейтингам Опережает И Байдена И Сандерса И кого угодно Извините Есть еще Звонок Если еще Он не Ушел Ушел К сожалению Перезвоните 847 Ну хорошо Перезвоните Вот Пожалуйста Юрий Поэтому Надо Сделать Все Возможное Чтобы Эти Выборы Не дали Власти Демократам Которые Давно Уже Не демократы Я помню Демократическую Партию Там Были Потрясающие Люди Там Были Умные Люди А здесь Может умные И остались Но они Сидят И молчат Потому что Весь Мегафон И микрофон Принадлежит Оголтелым Да Левому У нас Двинулось Это уже Соцпартия Настоящая Добрый день Слушаем вас Вы в эфире Добрый день Меня зовут Леонид Коронавирус Сейчас идет Все мы переживаем Дай бог Чтобы было Все хорошо Но Самое интересное Что коронавирус Показал Чем наше Правительство На любом уровне Занималось Только Набиванием Своих Карманов Больше Ничем А приняли Когда говорили Что Китай Нельзя пускать ВТО Все говорили Нет Это все отлично Вопрос Сколько же денег Китай дал Чтобы его Приняли ВТО Хорошо Но это не к нашему Правительству ВТО вообще Это организация Всемирная Юрик Пожалуйста Ну это Во всем ВТО вообще Провалилось ВТО Совершенно Провалилось В этой ситуации Вот и все И тут С точки зрения Того Что именно Правительство Занимается Набиванием Карманов Тут тоже Большой вопрос Вообще-то Последние Три года Трамп Занимался Тем Чтобы оживить Экономику Чтобы вернуть Рабочие места В том числе Из того же Китая И так далее То есть Это тоже Надо иметь ввиду И при этом И при этом Почему-то Все забыли Он же работает Бесплатно Это не считается Это не считается Как не считается Ну понимаете Даже это Могут Перевернуть Таким образом Что Это тоже Пойдет в минус Потому что Лучезарному Обаме Все шло в плюс Негодяю Трампу Для Этих Наших Оппонентов С левого Лагеря Что бы он ни сделал Оно все Будет расценено Как некое Негативное действие Ну так вот Вот ребята Мы же приехали Из страшной страны Победившего Социализма Мы же знаем К чему Это все Приведет Мы должны Просто Костюмелечь Выйти на улицы Чтобы Только не допустить Смены Президента Ну Вот это Наши Вообще По хорошему Если брать По хорошему Уже даже В преддверии Этих выборов Кое-кому Надо защелкнуть Наручники На руках Белых холеных Давно пора Давно Но кстати И задаются Такие вопросы Потому что Ведь Получается Что На ту же Президентскую Номинацию От демократов Идет человек По которому Явно плачет Уж по его сыну Сто процентов Ну и Слава богу И у него там За что Хочу сказать Было интервью Гордона С Шокином Знаете Это Это Радиоведущий Украинский И бывший Генпрокурор Украины Да Он интервью Генпрокурора Украины Это Потрясающее Интервью Этот Генпрокурор Просто Просто Абсолютный Молодец Его Президент Тогда Порошенко Снял С работы Только По требованию Байдена Который Сказал Если ты Не уволишь Шокина Америка Не дает Тебе Деньги Да Кстати говоря Это цитата Это не Измышление Журналистов Это не Выпад Какой-то Это Кстати Очень Интересный Момент Мы видели Все Эту Запись Как сидит Дядюшка Босс Из нашей Страны Будучи Тогда В роли Вице-президента Второго Человека И откровенно Шантажирует Украину Тем самым И это Вполне Легитимно Это все нормально И так далее Ну а что было С разговором Нынешнего Президента И президента Новоизбранного Украины Мы все знаем Какой Каким Порнографическим Импичментом Это все Закончилось О да Ну Что Что сказать У нас буквально Осталась Минутка эфира Может быть Какое-то резюме Какое резюме Резюме Только одно Надо Все забросить Все Не самые Важные дела И надо Идти в народ И агитировать И рассказывать И объяснять И вербовать Сторонников Надо сделать Все Что возможно И чтобы Не было Смены Президента В этот Критический Период Жизни Америки Ну Я только могу С вами Согласиться И мы По мере Своих сил Возможностей На радиостанции У меня В медиагруппе В наших изданиях Делаем Все что от нас Зависит И это не есть Агитация Это есть Просто Публикация Тех Материалов Которые Раскрывают На что-то Глаза Тех фактов Которые говорят Сами за себя А дальше уж Пусть думают И решают Ну а сегодня Спасибо вам Спасибо всем Кто с нами Был в этот час И до новых встреч Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому